Семейные ценности Выясните, какие степени сравнения имеют имена прилагательные. Научитесь образовывать форму сравнительной степени имён прилагательных, определять их синтаксическую роль в предложениях. На прошлом уроке мы с вами говорили о семье, о структуре семьи. Сегодня мы акцент делаем на семейных ценностях. Итак, семья – это маленькая вселенная, отмечал Сухомлинский. Ценности – всё, что имеет значение для человека. Страна, её традиции, дом, произведение культуры. А вот с понятием семейные ценности мы с вами знакомились на прошлом уроке и отмечали, что психотерапевты и учёные вместе выпустили книгу, в которой впервые давалось определение семейным ценностям. Это состав семьи и её членов, а также совокупность их взаимоотношений. Самое главное – семейная ценность – это взаимоотношения. Посмотрите внимательно на экран и вспомните о признаках одной семьи. О них мы говорили с вами на прошлом уроке. Кстати, мы отметили, что ключевым словом для нас являлось слово «вместе». Признаки одной семьи характеризуют какую-либо счастливую семью. И если хотя бы один признак отсутствует, то взаимоотношения между членами семьи оставляют желать лучшего. Очень хорошо об этом сказано в притче. Семейное счастье. В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. В одной постоянно ссорятся, а в другой дружно живут. Ни ссор у них, ни скандалов. Удивляется строптивая хозяйка счастью соседки. Завидует. И говорит мужу, чтобы он посмотрел, как у них так получается, что все гладко да тихо. Пришел тот к соседскому дому и наблюдает. А хозяйка порядок в доме наводит, вытирает вазу и отвлеклась на звонок. Поставила ее на край стола. Муж случайно зацепил вазу. Она упала и разбилась. Ох, что сейчас будет, думает сосед. Жена вздохнула с сожалением и говорит мужу. Прости, дорогой, я виновата. Так неаккуратно вазу поставила. Что ты, милая, это я виноват. Торопился и не заметил ее. Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена у него спрашивает. Ну что ты так долго посмотрел? Да. Ну и как там у них? У них-то все виноваты. А вот у нас все правы. Таким образом, ребята, вы наверняка заметили, что любовь, взаимоуважение – это важные семейные ценности. А теперь обратим внимание, какие еще семейные ценности мы можем назвать. Любовь, дружба, доверие, верность, терпение, понимание, уважение, доброта, традиции, дом, помощь, забота, долг. Это все те слова, которые мы можем с уверенностью отнести к семейным ценностям. У каждой семьи есть свои семейные традиции. Лев Толстой отмечал «счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Слово «традиция» – это латинское слово. Означает «передача». Традиция – сложившиеся и передаваемые в течение длительного времени от поколения к поколению обычаи, порядки, правила поведения. У каждой семьи есть свои семейные традиции. Но, однако, у разных народов, у разных семей самые важные общечеловеческие традиции перекликаются. Давайте с ними познакомимся. Прежде всего, это уважение к старшим, наличие семейных ритуалов и правил, беречь честь семьи, нести ответственность за свои поступки, передача семейных реликвий, семейные праздники, семейные советы. Я не случайно поставила многоточие, которое символизирует, что этот список бесконечен, потому что каждый народ может дополнить семейные традиции именно своими особенностями. Мы знаем, что слово «семья» – это семья. Семья – это счастье, любовь и удача. Семья – это летом поездки на дачу. Семья – это праздник, семейные даты, подарки, покупки, приятные траты. Семья – это труд, друг о друге забота. Семья – это много домашней работы. Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить одному невозможно. Сегодня на уроке мы продолжим с вами пополнять сведения об имени прилагательном как части речи. Мы уже знаем, что имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы «какой?», «чей?» и обозначает признак предмета. Имена прилагательные разделяются на три разряда – качественные, относительные, притяжательные. Качественные имена прилагательные имеют две формы – полную и краткую. Об этом мы с вами говорили на прошлом уроке. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о сравнительной степени имен прилагательных. Сравнительная степень прилагательного указывает, что свойственный предмету признак проявляется в большей или меньшей степени, чем в другом предмете. Сравнительная степень имен прилагательных имеет две формы – простую и составную. Простая форма сравнительной степени образуется при помощи суффиксов «ее», «ей», «ше», например, «светлее», «светлей», «выше», «раньше». Составная форма сравнительной степени образуется сочетанием слов «более», «менее» плюс полная форма прилагательного. Например, «более светлый», «менее удобный». А сейчас я предлагаю вам выполнить небольшое задание. Необходимо образовать форму сравнительной степени имен прилагательных от слов «крепкая», «дружная». Проверим, насколько хорошо вы выполнили это задание. Простая форма образуется при помощи суффиксов «ее», «ей», «е», «ше», «крепче», «дружнее» или «дружней». Составная форма сравнительной степени образуется при помощи сочетаний слов «более» или «менее» плюс полная форма прилагательного. У вас должны были получиться слова «более крепкая», «менее дружная». Однако при образовании сравнительной степени имен прилагательных мы с вами должны соблюдать орфоэпические нормы. Место ударения сохраняется как в начальной форме. В таких словах, например, «красивый» – «красивее», «громкий» – «громче», «долгий» – «дольше». Ударение переходит на суффикс «сильный» – «сильнее», «бледный» – «бледнее», «верный» – «вернее». А теперь рассмотрим вопрос «Синтаксическая роль имен прилагательных в сравнительной степени». «Сын выше отца», «сын каков» – «выше отца», «выше» является в предложении сказуемым. «Дай мне тарелку поменьше», «тарелку какую» – «поменьше» в предложении является определением. Мы опять-таки возвращаемся к нашему основному понятию. Для того, чтобы правильно определить синтаксическую роль прилагательных в предложении, необходимо задать правильный вопрос. Для закрепления этого материала я вам предлагаю выполнить упражнение. Вы должны прочитать предложение, найти имена прилагательные в сравнительной степени и определить их синтаксическую роль. Для того, чтобы, ребята, вы легче справились с этим заданием, я внизу поместила вопросы. Какой? Какова? Каково? Будьте внимательны! А теперь проверим, правильно ли вы нашли имена прилагательные и определили их синтаксическую роль. Первое предложение. Лето теплее зимы. Лето каково? Теплее зимы. Сказуемое. Я купила подарок подороже. Подарок какой? Подороже. Это определение. Первым придет более сильный бегун. Бегун какой? Более сильный. Это определение. Эта книга менее интересная. Книга какова? Менее интересная. Мы с вами рассмотрели предложения, в которых прилагательные употреблены в форме сравнительной степени. Нам остается только уточнить. Первое предложение. Теплее. Это простая форма сравнительной степени. Второе предложение. Подороже. Простая форма сравнительной степени. Третье предложение. Более сильный. Это составная форма сравнительной степени. Книга менее интересная. Перед нами составная форма сравнительной степени. Наш урок подошёл к концу. Сегодня на уроке мы с вами выяснили лексическое значение словосочетаний, семейные ценности, семейные традиции. Мы с вами узнали, какие степени сравнения имеют имена прилагательные. Кроме того, выполнили ряд тренировочных упражнений. Я прощаюсь с вами до следующего урока.